Заглянем на несколько лет назад. Давайте посмотрим, о чем рассказывали Орские журналисты с экрана телевизора. Недалек тот день, когда в Орске вновь откроется местный авиаспорт-клуб, старейший на Южном Урале. Его возрождение ведется в рамках социально-экономического партнерства между администрацией города и промышленными предприятиями. Еще в прошлом году первый вице-губернатор области Сергей Грачев, посетивший Орск, отметил важность работы по возрождению авиаспорт-клуба. Молодежи необходимо заниматься интересным и полезным делом. Для этого в поселке Степной Орска и создаются необходимые условия. Реанимирование подразделения местного роста ДСААФ началось в мае прошлого года на средства, полученные в рамках соглашения социального партнерства. За три летних месяца была восстановлена кровля здания. 40 строителей в эти январские дни продолжают работать на столь важном для города объекте. Сейчас буквально из руин поднимается общежитие на 60 мест. Сейчас проводятся работы по кирпичной кладке, будем говорить. Ну вы сами видите, прекрасный пеноблок уложили уже весь. Сейчас, значит, производим работы по штукатурке этих помещений, всех внутри. Заводим, значит, тепло. Сейчас на данный момент теплопушками обогреваем помещение. Вот. Идет сейчас работа по, непосредственно, производственная работа по отоплению. Что касается отопления, то эти обязательства взял на себя один из местных предпринимателей. В здании общежития сейчас монтируются необходимые оборудования, в том числе теплоснабжение и водоснабжение. Монтируется котельная. Сейчас работы проводятся. Сегодня в авиаспорт-клубе уже готовое смонтированное отопление. В столовой авиаспорт-клуба готовое смонтированное отопление. До конца месяца мы делаем правую сторону авиаспорт-клуба самого. То есть, пустим отопление до первого числа. Также мы дарим котел нашим мальчишкам и девчонкам. Было тепло, так как в городе, ну, соответственно, недостаточно средств муниципалитетей. И мы от себя дарим котел, который стоит 101 тысячу рублей. Напомним, что спортивный авиаспорт-клуб задуман не только как место для кружковых занятий. Здесь подразумевается и организация лагерной смены. Орский авиаспорт-клуб будет единственным в Оренбуржье. Коллектив аэропорта Орский сумел сохранить в рабочем состоянии 12 самолетов. Як-55, Ан-2 и Як-52. Уже сейчас здесь занимаются более 100 человек. По 15 прыжков с парашютом на счету у юных спортсменов из школы номер 88. А ведь они только начинают прокладывать дорогу в небо. Учиться парашютному летному делу в авиаспорт-клубе будут юноши и девушки со всех уголков области. Программа рассчитана на 21 день. Преимущество будет у детей из малообеспеченных семей и подростков, нуждающихся в особом подходе к их воспитанию.